Мы, конечно же, верим и знаем, что твой опыт, твой путь с Богом, твое сердце, оно сегодня нас обогатит, и мы жаждем и желаем, чтобы ты поделилась с нами тем, что горит в твоем сердце, чем ты живешь сегодня, какие откровения внутри тебя. В общем, всем самым сокровенным, поэтому передаю тебе микрофон духовный, да, и вот, пожалуйста, мы готовы принимать, слушать и внимать. Спасибо большое. Я хочу сказать огромный привет вам всем. Настюша, спасибо тебе, спасибо вашей церкви за приглашение, за доверие, за то, что вы с открытым сердцем ожидаете. И я хочу вам сказать большой привет из нашей морозной Риги. Сегодня у нас уже минусовая температура, и прежде чем сюда ехать, я уже отскребывала ини с стекол моего автомобиля. Также хочу вам передать привет от пастора Алексея, от всей нашей команды, и сказать, что так здорово, что технологии позволяют видеть друг друга. Вы сейчас меня видите в этом экране, да? А мне так приятно видеть, что у вас можно сидеть в зале. То есть там у вас даже два метра, ну, сохраняется, не знаю, у вас, наверное, другие регуляции. И в наше неспокойное это время так чудесно, что можно общаться. И я уже видела в Инстаграме, некоторые из вашей компаний уже поделились. У вас сегодня уже было поклонение, да, с утра. И уже это вот, знаете, такое... Вы там уже наполнены славой Божьей и в этой атмосфере. И это так приятно и прекрасно, что мы можем быть вместе сегодня и пообщаться. И мне очень ценно делиться своим сердцем тем, что я сама для себя поняла, осознала, прожила самое главное. И я буду очень счастлива, если сегодня кто-то из вас будет вдохновлён, воодушевлён какими-то новыми озарениями о себе, о Боге и о своём служении. И я смотрю, что у вас очень много, вон, девчонок молодых, ребят, у вас такая классная, классная, очень много молодых поклонников. Это так здорово, вы знаете, я сегодня осознала, думаю, сколько я уже поклонением занимаюсь. В принципе, время быстро летит, не правда ли? И я уже могу сказать, что 20 лет. Не могу даже прибавить, потому что всё началось ещё с воскресной школы. Но там я на клавишах играла, занималась. И потом всё это, всё это интересно, конечно, большой-большой опыт. Поэтому для меня очень ценно. Я ценю людей, которые говорили в мою жизнь, которые на каких-то определённых этапах Бог давал мне их жизнь. Они говорили в мою жизнь, открывали новые горизонты. И определённые вещи, которые мне нужно было слышать. Поэтому я сегодня с смирением в своём сердце, другими словами, с миром в сердце, хочу сегодня с вами общаться. Но прежде чем мы начнём говорить о чём-то, я хотела, чтобы мы немножко помолились с вами вместе. Хорошо? Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за это невероятное время совместно. Мы прямо сейчас, вновь и вновь, открываем своё сердце. Ты — наша любовь всей жизни. Ты есть путь, ты есть истинная жизнь. Ты — город-убежище. Ты — скала. Ты — скала. И там — это убежище, в которое мы убегаем. В которое мы обретаем силу, которая созидает. В котором мы обретаем мудрость, которая нас ведёт. Там мы обретаем разум в Тебе, который обновляется. Мы благодарим Тебя, драгоценный наш возлюбленный Иисус. Спасибо Тебе за это призвание. Мы благословляем сейчас друг друга. Благословляем разум, сердце и всё естество друг друга. Пусть Твоя кровь, Иисуса Христа, омывает каждого из нас. Наши семьи, наших близких. Иисус Христос, Ты — в центре всего. Ты — любовь всей нашей жизни. Ты — в центре каждой песни, нашего поклонения, всей нашей жизни. Ты достоин принять всю славу и честь. Адония, Иисуса Христа, омывает каждого из нас. Иисуса Христа, омывает каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рома Мананай Мой шаг подо мной Я начинаю петь или поклоняться Он всегда созвучно что-то там Изрекает какие-то мелодии Да? Как это чудесно! Дорогие мои! Его присутствие такое невероятное! Я его ощущаю сейчас! Я думаю, что вы его тоже чувствуете! И чем я в последнее время живу Это таким, знаете, чувством огромной благодарности Богу за то, что его присутствие Оно настолько проявлено в жизни Каждого человека, который благоговеет Который ищет его Он настолько Добрый Бог, благой Бог, великий, сильный Бог, мудрый Бог И Он всеобъемлющий Его присутствие вокруг меня, вокруг тебя И Его присутствие внутри меня И когда происходит это невероятное соединение Когда бездна моего человеческого духа соединяется с ним Тогда образуется пространство В котором так хорошо и прекрасно жить В котором абсолютно другой вкус жизни И это пространство И это состояние Это не просто, знаете, бывает момент, когда ты живешь И ты живешь как бы от понимания к пониманию А наступает такой другой новый уровень в жизни Когда ты живешь из состояния в состояние И вот это вот состояние Осознавания того, что Он внутри меня Он сказал, что я вселюсь и буду жить в тебе Ты храм мой Ты мое сокровище Ты моя драгоценность Я в тебе Я сотворяю обитель жизни Здесь, внутри Где живет сам Бог Отец Дух Святой Иисус Христос И я глубоко убеждена Что Насколько глубина нашего познания Бога Она и отражается на глубине нашего поклонения Нашего прославления Нашего Нашего ежедневного существования И это так прекрасно Что Бог благой И что Он среди нас И что Он нас любит И от самого рождения От самого зарождения И от того момента И от того момента, когда Каждый из нас был В утробе матери С тех самых секунд и минут Когда мы проживали Все даты нашей формирования В личности До сих пор Он с нами До сих пор Он ведет Открывает Любит И заботится Он так сильно возлюбил Что отдал своего Единородного сына За каждого из нас Он очень сильно любит Каждого из нас И Он приготовил Великое недоступное О чем мы просим Помышляем Мечтаем Осмеливаемся мечтать Он мечтает О каждого из нас Еще больше Чем мы вообще способны И я хотела начать с того Что Поделиться о том Что Так приятно В последнее время Не могу не затронуть Всю историю с пандемией Потому что мы все На одном большом корабле В России Мы сейчас в Латвии Наше тело Христово По всему миру Америка Великобритания Италия Испания Разные страны Мы все сейчас Как на большом 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 корабле Переживаем Очень Необычное Историческое время Да Мы читали Многие исторические вещи Но сейчас Знаете Как по историческому витку Все возвращается На какие-то новые круги И Просто Не замечать Или не рассуждать Или не формировать Какую-то внутреннюю Свою позицию К этому Это немножко Как бы Из-за разряда Детства Да Сколько бы вам не было лет Очень важно Понимать И осознавать Свою личную волю Для себя В это время И я поняла Что я не могу Быть нейтральной К этой всей ситуации Но и контролировать Я ничего не могу Но Я понимаю Что я абсолютно Объединена сейчас И объединяются Эти люди Которые ощущают Этот дух времени Да Это последнее время И многие вещи Мы можем Понимать Ощущать Мы можем Сверять пророчества Которые были Об этом времени И сейчас Это такое время Когда Стоит Облекаться Во все Оружие Божие Его шлем Его меч И это еще Новая 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 Знаете Такая Потребность Духа Еще больше Углубляться В познание Бога Еще больше Просить Его о боговедении О том Как мудро Проходить Через это Эти все Обстоятельства Которые Сейчас происходят И конечно же Сохранять Мир и спокойствие Погружаться В его присутствие Наполняться Его миром Ну и наполняться Его силой Которая созидает Которая дает Храбрость Которая дает Которая наделяет Чтобы мы В духе Осуществляли Это влияние И расчищали Пространство Над нашими городами Над тем Где мы находимся Над тем местом И вот Очень часто В последнее время Это Песня Она просто Иногда с утра Я просыпаюсь И она звучит О том Он во всех сражениях Которые Которые переживают Сейчас Ваша церковь Ваш город Ваша страна Мы сейчас Переживаем Такое время В нашей церкви Которое я лично Никогда в жизни Не переживала Наши отцы Переживали Гонения В Советском Союзе Мы уже Родились на том Стыке Эпох Когда Не было Прямого давления Но вы знаете Когда вот Две недели назад Было обычное Поклонение Да И вот я стою На сцене Веду поклонение И приоткрываю глаза И знаете Когда в течение Поклонения Представления В зал заходит Три наряда полиции По пять По шесть человек Появляются Уходят Появляются Уходят Эти постоянные проверки Что что-то нарушают Дистанция Хотя все Соблюдается И в среду Прошлой недели Была Они прервали Наше богослужение Вы знаете Я пережила Такое чувство Которое Никогда в жизни Не переживала Было затронуто Так глубоко И Вот что-то Очень святое Не только Вот знаете Не только меня Это не было Какым-то личным Оскорблением Унижением Но произошло Такое Что знаете Вот Они обесценили Ценности Других идей Они нарушили Духовные Эмоциональные Границы Человека Вы знаете Это неприятно По-человечески Мягко говоря Переживать И это Можно Знаете Можно Просто убежать Оттуда Из этой позиции Или сражаться Начинать Но самое главное Не остаться Знаете Вот В таком Изолированном Состоянии В страхе Волнении В страхе Который Будет по интенсивности Перерастать В какой-то ужас И он может Тебя сломить И после этого Вы знаете Я Я Очень много Размышляла И я сказала Господь Помоги мне Пожалуйста Иметь ту силу О которой Ты пишешь Что проходили Апостолы Что проходили Наши родители Не просто Коллективно Коллективно Что понятно У нас Пастор Алексей Много прошел Он вообще Оптимист Я Я его Так уважаю Люблю Не только Как отца А как человек Божий Который Идет И говорит Правду И провозглашает Ну вот И вы знаете Происходят чудеса Люди Объединяются Приходят Юристы Сейчас Приходят Церкви Другие Объединяются В молитве Объединяются Не просто В каких-то Знаете Разговорах А в определенных Инициативах Как говорит Государство На юридическом Языке То есть Все это Происходит Но Обращаю Внимание Возвращаюсь На личную Позицию Среди всего Это время Я Знаете Наполнилась Таким Водушевлением Свыше Я поняла Что Бог Одевает В это Последнее Время Все оружие И он говорит Сын мой Дочь моя Вооружитесь Вооружитесь Не для того Не для брани Некоторая Плотская Для той Брани И силы Не которые Знаете Связаны С тем Чтобы Разделять Чтобы Наводить Ужас И страх А Наделиться Той силой Которая Будет Созидать Все вокруг Но И в то же Время К сожалению Так происходит Когда ты Возносишь Голос За правду Когда ты Смело Выражаешь Свои Взгляды Обязательно Будет Какая-то Категория Людей Которые Будут Противостоять Но Для себя Ответили Я навыка Любит Бога И прославляет Его имя И это Может быть Любой 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 Сферой Человек Поклонник Это Конечно же Представитель Служения Прославления Поклонения Поклонник Это Музыкант Поклонник Это Певец Поклонник Это И так далее Вы могли Написать Себя Своё Имя И ещё Что Но я Сегодня Хотела Поговорить И сузить Это Знаете На такое Понятие Что Поклонник Это Во-первых Человек Положи Руку Себе Сюда На сердце Скажи Я Во-первых Человек Потом Я Знаете Женщина Или Мужчина Потом У нас У всех Есть Много Социальных Ролей Кто-то Служитель Кто-то Лидер Кто-то Участник Баквокальной Группы Хора Музыкант Администратор Пастор Дальше Мать Отец Дочь Сын Очень Много Социальных Ролей Человек И человек Каждый Из нас Мы Существуем Не просто Так В нашем Теле Мы Есть Дух Душа И тело Если Не Хотела Бы Буквально Углубиться В каждую Из этих Сфер Через Призму Поклонения Бог Тело Когда мы Выходим На сцену Мы Существуем Во всех Этих Трех Ипостасиях Наш Дух Как открытый Поток Наше Тело Наши Руки От Темечки Нашей Головы Все Наше Тело Также Совокупно Транслирует Наша Душа Какова Анна Что Ты Чувствуешь В своей Душе Насколько Она Истелена Или Изранена Насколько Она Восстановлена Насколько Она Желает Вот И Начнем с того Что Вникай в себя И в учения И занимайся С ним Постоянно Вот Каждый День Каждый День Каждый День Не даже Не каждую Неделю Каждый День Осознавать Включать Луч Внимание Будь Внимателен Ко всем Этим Трем Аспектам Дух Душа И тело Это Конечно же И дисциплина Духа Души И тела И Я бы Нахотела Начать Знаете С чего С того Чтобы Поговорить Немножко О духе О том Что Когда мы Поклоняемся Мы Временно Ощущаем Это Ощущение Вечности Каждый Переживал Это Когда мы Поклоняемся Дому Когда мы Поклоняемся На сцене Моментами Мы переживаем Вот это Абсолютное Полное Растворение Когда ты Такой чистый Прозрачный 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 Канал Ты как Поток Ты И Бог Через тебя Действует Через твой Дух И это Такое Состояние Которое Опять же Происходит В совокупности Духа Души И тела И в этот Момент Такое ощущение Как будто Само дыхание Бога Через тебя Транслируется А на самом деле Оно и Транслируется Потому что Я верю Что в каждом Моем вдохе И в каждом Моем выдохе Вся Сама Троица Великого Бога Отец Сын И Дух Святой В каждой Клеточке Моего тела Он находится И Глубина Нашего Богопознания Влияет На глубину Нашего Поклонения И прославления Вы знаете Наше Служение Это наше Духовное Творчество И это Огромный Божий Дар Который Он нам Дал И С чего Все Начинается Конечно Начинается С нашей Нашего Время Провождения С Богом С тишины С Времени Когда мы Размышляем Время Когда Он Лично Говорит В твою жизнь Время Когда он Когда ты Ощущаешь Его Он дал нам Все пять Органов Чувств Бог говорит Многообразно Многократно И Он Говорит нам Абсолютно Отовсюду И когда мы Способны Слышать Мы его Глубже Глубже Познаем И как Псалмопевец Говорил Готово Сердце Мое Боже Готово Сердце Мое Буду Петь И славить Воспрянь Слава Моя Воспрянь Псалтырь И гусли Я встану Рано Буду Славить Тебя Господи Между Народами Буду Воспевать Тебя Среди Племен Ибо До небес Велика Милость Твоя И до облаков Истина Твоя Будь Превознесен Выше Небес Божий И над Всею Землей Да будет Слава Твоя Тут Очень много Конкретно Говорится О сердце О наше Сердце Это и есть Вот это и есть Тот обитель Это сердцевина Его можно По-разному Трактовать Это есть То самое То самое Вы знаете Зерно Это точка Которая внутри Над которой Мы работаем Ежедневно Которое Мы осознаем Которое Мы Внимательны Которое Мы Открываем Перед Богом Потому что Его Дух Святой Проходит До разделения Души Духа И вот эти Сердечные Намерения Когда мы Всю нашу Жизненную Энергию Просто мысленно Направляем И говорим Дух Святой Дома находясь Я сейчас Здесь Одна Сейчас Наполняй Меня Наполняй Не просто На сцене Знаете Когда Поем песни Наполняй Наполняй А дома Ты говоришь Наполняй И ты Находишься В этом Ожидании В этом Состоянии Начинаешь Чувствовать Как Твое сердце Наполняется Его Как объем Твоего сердца Растет Как твое сердце Становится Живым Живым Оно Дышит И тогда Оно Способно Созерцать Самого Творца И тогда Оно Как сосуд Наполнен Чистый Сосуд Который Находится В его Присутствии И тогда Когда мы Выходим На сцену В люди Ты Транслируешь Вот эту Любовь Его Божья Любовь И Я хочу Произнести Вот эту цитату Которую Однажды На одной Школе Поклонения Делился Наш Пастор Алексей И она Мне очень Кажется Сжатая И Очень Лаконичная И выражена Гениальна То есть Основой Поклонения Может быть Очень многие Вещи Но Каждый раз Когда мы Выходим На сцену Это Песни Определенные Пророческие Движения Поклонения Многие Вещи И вот Как она Звучит Основа Поклонения Это Репертуар Основа Репертуара Это Настроение Настроение Это Продукт Состояния Сердца А Состояние Сердца Отражает Нас Жизненный Опыт Отражает Вот это Наше Состояние Жизненный Опыт Состояние Сердца Сердце Каково Состояние Что происходит В жизни И все Отражение Происходит На сцене Вы знаете Я Когда мы Исследуем Псалмы Мы видим Что Сам Давид Проходил Разные 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 Жизненные Ситуации Обстоятельства То есть Он Приносил Личную Жертву Хвалы Из Разных Состояний Иногда Ты видишь Что это Празднование Кто такой Бог Иногда Это Благодарение А иногда Он просто Прославлял Бога Перед лицом Боли Потери Сложных Обстоятельств Но Всегда Красной Ниточкой Можно видеть Насколько Сердце Сердце Всегда Было Знаете Вот как Открыто Вот такая Картинка Знаете Как Не знаю Как колодец Который Не знаю Вокруг Что-то Может находиться Даже Какие-то Деревья Или какие-то Не знаю Всего Может быть Наложено Его можно Даже не Видеть Но когда Ты подходишь Он чистый И открытый И это Абсолютная Связь Сердца Потому что Когда мы Подчиняемся Божественному Течению Вникая В себя И в учение На ежедневном Уровне То Мы Приобретаем Ощущение Вот этого Сверхъестественного Потока Который Выносит Нас К новым Возможностям И перспективам Да И Конечно же Вера Наша Личная У нас Есть коллективная Вера Когда мы Все В собрании А вот Это Личная Вера На ежедневной Основе Забота О духе Познание Бога Через Личную Веру Какая Была Сложная Сложная Ситуация В твоей Жизни Какие Были У тебя Ситуации В прошлом И тебе Хотелось Сказать Зачем Были Эти Главы В жизни Я Хотел Или Хотел Вычеркнуть А Я Бо Не Хотел Чтобы У меня Так Было В жизни А Вот Так Получилось Тогда Бо Я А Вот Если Бо Все Вот Так Было Я Бы Тогда Что То Все Что Было Оно Должно Было Произойти Там Где Ты Сейчас Находишься Если Ты Не Прошел Все Что Ты Прошел Ты Не Был Тем Кем Ты Есть А Если Ты Сегодня Там Где Находишься И Ты Счастлив Благословлен И Благодарен Ты Знаешь Что Бог Тебя Поведет Еще Дальше Еще Глубше Еще Шире Он Безграничный Великий Бог Если Ты Сейчас Ощущаешь Что Ты Неудовлетворен Ты Находишься В состоянии Того Что Ты Словно На Каком-то Шпагате Жизненном Это Время Остановиться Это Время Остановиться На Своих Путях Это Заземлиться Это Отдохнуть И Это Время Попросить Бога Восстановить Тебя Открыться Для помощи Людей Обратить Внимание На Свою Душу Открыть Внимание На Своё Тело И Вы Знаете Несмотря Ни на Какие Страницы Жизни Бог Великий Он Восстанавливает Исцеляет Проводит И Мы Переходим От веры Вера Сила В силу И от Славы В славу И не Просто От понимания Того Что Бог Велик А мы Переходим Из состояния В новое Состояние Из состояния Младенчества Когда мы По-младенческим Мыслились По-младенчески Относились К друг К другу В состоянии Зрелости Я верю Что это Последнее Время Когда Бог Поднимает Зрелых Осознанных Поклонников Причем Зрелых Даже Не говорю Про возраст Тебе Может быть 15 лет У тебя Есть Ты Зрелый Поклонник И в душе И в духе И в теле Вы знаете Это Зрелость Это Когда мы Способны Управлять Собой Это Когда мы Способны Вести Диалог С собой Это Когда мы Способны Считывать Свои Эмоции Это Когда мы Способны Управлять Своими Эмоциями А не Доводить Знаете Все до Точки Кипения И потом Уже Быть В неконтролируемом Состоянии Но не просто Почему я говорю Мы Мы Я Я Состояние Потому что То В какой В каком Состоянии Ты находишься Самим С собой Это Прямо Пропорционально Из какого Состояния Ты Взаимодействуешь С миром Когда ты Приходишь На репетицию Когда ты Приходишь На служение Это Происходит Знаете Вот Это Все 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 Взаимосвязано Поэтому Это Зрелость Познание Состояние Сердца Самообладание Это То Что Открывает Абсолютно Новые Новые Грани Вот Например У нас Есть Величайший Урок Как Обладать Собой Из Писания Аввакум Молился Он не был В состоянии Знаете Таком Всегда Водушевлении Ну Наверное Это Как Даже Скажем Черно-белый Детский Взгляд Я думаю Что Никто Из Вас Так Уже Не Думает Знаете Я Сейчас Достигну Какого-то Состояния Константы И оно Будет Жизнь Прекрасна Это Река Которая Течет И Это Все Берега Знаете Все Оно Происходит Но Зрелость И Заключается В том Что Ты Готов Принимать Вызовы Жизни И Достойно Их Проходить Будь Честным С Самим Собой Тебя Ведет Дальше И Вот Авакум Молился Я Услышал И Вострепетала Внутренность Моя При Вести Осем Задрожали Губы Мои Боль Проникла В кости Мои И Колеблется Место Подо Мною А Я Должен Быть Спокой На День Бедствия Когда Придет На Народ Мой Грабитель Его Абсолютно Ситуация Очевидно И Он Находится В состоянии Каком И Вокруг Что Происходит Хотя Бы Не Расцвела Смоковница И Не Было Плода На Виноградных Лозах И Маслина Изменила И Нива Не Дала Пищи Хотя Бы Не Стало Овец В Загоне И Рогатого Скота В Стоилах Но И Тогда Я Буду Радоваться О Господе И Веселиться О Боге Спасение Мое Господь Сила Моя Он 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 Делает Ноги Мои Как У Олени И На Высоты Мои Возведет Меня Это Те Моменты Вот Может быть Вы Можете Вспомнить В своей Жизни Когда Ты Находился В состоянии Абсолютного Уныния Депрессии Знаете Темная Ночь Души Духа Тела И И В тот Момент В этом Состоянии Когда Ты Открываешься Для Бога Знаете Вот это Состояние Во-первых Его нужно Признать Осознать Его не надо Бежать Это не тот Момент Когда надо Знаете Так Отключаясь От всех Чувств и эмоций Просто Говорить Что Нет Все нормально Нет Я хорошо себя чувствую Я радостный Знаете А сердце Наполнено Горячью Беспокойство И тревога Отсутствие Сна Нервозность Потеря Аппетита Или ты Переедаешь У тебя Нездоровые Ощущения В теле У тебя Проявление Не знаю Там У кого-то Панические Атаки Вот это Все происходит Ты это Все игнорируешь И говоришь Нет Бог велик Бог велик То есть Это Знаете Когда Происходит Разрыв Это Происходит Диссонанс Конфликт Еще больше Нарастает А когда Вот в этом Абсолютно Ужасном Каком-то Упадническом Состоянии Ты Останавливаешься И Открываешься Тебе Может быть Нужно Остановиться Тебе Нужно Осознанно Прийти К этому Моменту И когда В это Состояние Приходит Присутствие Божье Тогда Происходит То самое Наполнение Когда Эта радость Появляется Изнутри Вы знаете Вокруг Все так же А тебя Наполняет Искренняя Радость Наполняет Сил Водушевление Наполняет Ощущение Того Что Все будет Прекрасно И хорошо Вы знаете Это Я может быть Уже говорила Кто-то Слышал Кто-то Нет Я буквально Вкратце Скажу Что 8 лет назад Нет Уже 9 Ой Ребята Время летит 10 лет назад Когда мне 9 лет назад Когда мне Исполнялось 30 лет Я находилась В таком Состоянии Я находилась В абсолютно Жутко Глубокой Депрессии На всех Во всех Трех Ипостасях В духе Я была Абсолютно Знаете Вот просто Темная Неприглядная Ночь Потому что Была Жуткая Разочарование Непонимание Того Как так Все произошло В моей жизни И Господь То есть У меня была Жуткая обида На Бога Какая-то Внутренняя Непроявленная Непроговоренная Затишье Знаете Такое Ты скрываешься Ты тихо Скрываешься В духе Ты все понимаешь Ты что-то делаешь Но ты Абсолютно Как Свинцовое Небо Над тобой В твоем духе В душа Была накоплена Очень 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 Многими Многими Обидами Душа Была Вообще В принципе Я ее Вообще Просто Не имела Не осознавала Ввиду Это было Что-то Что-то Там Есть Что-то Происходит Чувства Эмоции Столько Было Подавленных Чувств Эмоций Происходили Ситуации Когда Были Например Ситуации С гневом Тебя Кто-то Обидел Предал Разозлил А ты Это все Вообще Как бы Не имел Ввиду Все будет Нормально Все будет Нормально Я Сильно Я стерплю Вот это Самое Главное Быть таким И оно Куда-то Знаете Эмоции Никуда Не уходят Они Подавляются Куда-то Туда В подсознании И потом Что Все Отражается У нас В теле Все У кого Где Страх Когда Сильно Испугался Но не Убежал И не Сразился С ним Тоже Так Куда-то Сел И вот Это все Понимаете В принципе За 30 лет Можно накопить Очень много И можно Даже не за 30 Еще раньше И все Это осело В моей жизни В теле Человек должен Психика Как-то Знаете Защищается И сражается И конечно же У меня У меня Это выразилось В Нездоровом Расстройстве Пищевого Поведения Как в результате Это было Много-много-много-много Лишних Килограмм Ой Вы меня Тут просто Позвонили Вот в этом Все Я жила И В 30 лет Произошло Чудо В моей жизни Я имею ввиду Чудо Это как Такое Мое второе Перерождение Мне послужила Одна женщина И это Бог Бога есть Время И момент Для тебя Когда он Видит Что это Дорогая Моя Дорогой Мой Господи Как ты Я ж тебя Так Люблю Я ж тебя Хочу Поднять И Эта Женщина Знаете Я вам скажу Это было Консультирование Духовно Эмоционально Психологическое Консультация Молитва Не хочу Подробно Подаваться В подробности Этого Но это было Так Глубоко И Сильно В моей жизни Что я Еще та Была Маша То есть После этого Что произошло Когда она Посмотрела Мне в глаза И сказала Что ты Чувствуешь Сейчас У меня была Обозленность Закрытость И вот эти Потоки Божьи Через нее Через ее Открытость Наполнили Меня И конечно Там было И я И плакала И сокрушалась И душа Стала чувствовать И сердце Стало Как будто Живым Тебя подключили В тебя Вот так вот Впрыскнули Жизненную Божественную Энергию И вы знаете Это произошло Вот когда мне Было 30 На юбилей Я обратно Ехала домой Все было По-прежнему У меня Было 145 Килограммов Не лишнего веса Но в общем Было Та же душа Была Те же Какие-то Обиды Неосознанные В духе Были Какие-то Вещи Которые Не были Еще Осознаваемы Но Зародилась Искра Жизни И вот Буквально Можно сказать 9 лет Я нахожусь В этом пути Я начала Обращать внимание На свой дух На свою душу На свое тело И Сейчас Я вам скажу Что я Так счастлива Что я в этом пути Потому что Я стала Исследовать Для себя Личным Тогда Впервые Я услышала Такое Слово Что очень важно Любить себя И принимать И я Немножко Раздражалась На это Потому что Я говорю Ну естественно А что еще делать Любить и принимать И представляете Вот уже 9 лет Я в процессе Нахожусь И сейчас Вот это вот Ну как сказать Вот отсюда Оно Пришло Вот сюда А теперь Оно еще И в моем теле И я Так счастлива Потому что Эта работа Которая Идет Когда ты Обращаешь На это Внимание Понимаете Вот сейчас Перехожу Немножко К душе Это когда Ты Уважаешь Себя Начинаешь Изучать Что такое Человек Со стороны Души Со стороны Духа Понятно Это тоже Отдельно Это когда Мы познаем Грани Бога Ну и Многие учения Душа Это кто ты Вообще В своей душе И в теле Своем Кто ты Каковы Твои эмоции Каковы Твои Потребности И это Все Понимаете Все так Взаимосвязано Когда я Стала Идти этим Путем Знаете Сколько у меня Было Сейчас Происходит Озарений Как же Я могла Вообще В принципе Жить И выжить Как я Могла Проявлять Знаете Мы иногда Говорим Ну как Как я С этим Человеком Живу Или Этот Человек Вообще Проявляет Насилие Надо Мной А вообще Как этот Человек Позволяет Так Прийти И мне Что-то Сказать И сделать А ведь Самое Главное Что Это то Как ты Сам К себе Относишься Это То Какие Сам ты Выстроил Границы С самим Собой С окружающим Миром Это То Как ты Позволил Вообще Игнорировать Свои Личные Потребности Вы знаете Уже потом Возвращаясь В свой Жизненный Путь Я смотрю Думаю Как и много Я сама Проявляла Насилие Над своим Телом Запрещая Себе Многие Вещи В еде Например Издеваясь Над собой Проходя Через Жуткие Диеты Через Через Ненужные Голодовки Ведь это Все так Взаимосвязано Посмотрите Я сейчас Может быть Так знаете Вот так вот Впрыскиваю Такую разную Информацию Я просто призываю Задумайся О своей Душе О своем Теле О своем Духе Равнозначно По важности Обратись К кому-то Если ты чувствуешь Что ты ничего Не чувствуешь В своем Теле Ты не чувствуешь Ничего В своем Душе Ты живешь Из состояния Надо делать Надо делать А не Из состояния Какой Прекрасный Новый день Я сегодня Переживаю Волнение И страх Меня Это Будоражит Но я Живую Состояние Любви Радости Понимания Что Я могу Волноваться Это новые Какие-то Там Не знаю Проекты Еще Еще Что-то Тебе надо Но я Это Делаю Потому Что Я Хочу С Какого Состояния Ты Функционируешь И Вот И возвращаясь К телесности Нашей Когда ты Осознаешь Свои Потребности Тела Это Такие Простые Вещи Но это Важно Ты Чувствуешь Раздражение И Срываешь На других Приходишь В Взаимодействие Со Своими Друзьями Со Своими Вообще Коллегами По цеху Поклонения Приходишь Портишь Настроение Почему ты Считаешь Что тебе Позволено Это Вот Тот Всегда В одном Настроении А я Такая Я Эмоциональный Экстраверт Я могу Себя Выражать Так Всегда То есть Как бы Приходишь Еще Расплескиваешь Вот этот Весь Свой Хаос На других А мы Все Как Вот Мы Как Команда Вот Вот Если Уже Говорит Возвращаться Вообще К К теме О том Что Мы Все Вместе И Функционером Да Мы Все Служители Поклонения Не просто Группа Прославления А наша Цель Стать Командой Тогда Когда Каждый Ее Член Настолько Уверен В себе И в своем Вкладе Что Способен Отмечать Других Мастерство И Человека Я Возвращаюсь С какого Состояния Ты приходишь На репетицию Состояние Собранности Любви Во-первых Любви К себе Уважения К себе К своему Дару Понимание Того Что Это Твоя Ценность Понимание Того Что Это Твоя Драгоценность Которую Ты сам Защищаешь Понимание Любви Заботы О своем Даре Который Тебе Дал Бог Понимание О том Что Да У меня Могут Быть Какие Знаете Моменты Которые Мне Нужно Работать Но Это Не Меняет По Дефолту По Умолчанию Того Что Это Ценность Ты Способен Здраво Воспринимать Критику Людей Ты Способен Здраво Не Принимать Критику От Тех Людей От Которых Ты Не Считаешь Нужным Ты Возращиваешь Себе Эту Зрелость А Не Это Состояние Вот Знаете Такого Просто Стервозного Бунтующего Какого-то Неосознанного Ребенка А мы Это Время Когда Поднимается Эта Армия Поклонников Которые Зрелые В духе В своей Душе И в теле Я вот Еще Возвращаюсь На эти Самые Обычные Вещи Ты Чувствуешь Раздражительность А ты Вообще Сколько Ты Мой Дорогой Или Дорогая Поспал Сегодня А ты Знаешь Что Бог Создал Твое Тело С Потребностью Во сне Потому что Во время сна Восстанавливается Твоя психика Твоя нервная система Восстанавливаются Все твои Клеточки Твой голос Постоянно Проблемы Переживает А ты знаешь Что если ты Ложишься Вовремя То именно С 11 До часу Происходит То самое Восстановление Есть Определенные Ферменты Которые Именно Только тогда Восстанавливаются Ты Уставший Ты Раздраженный А это Дьявол Как-то Давление Сегодня Может быть Все Может быть Иногда Бывают Атаки Духовные Но На самое Примитивное Время А ты Вообще Поел А ты А ты Знаешь Что Бог Так Создал Наш Организм Что Мы Должны Правильно Полезно Питаться Тогда Мы Чувствуем Энергию Жизни Тогда Ты Просыпаешься Тогда Ты приходишь На репетицию Тогда Выходишь На поклонение У тебя У тебя Есть Тоже Жизненная Энергия И еще Когда Приходит Энергия Свыше Понимаете Открывается Вообще Другой Вкус Жизни Поэтому Я Я сейчас Смотрю За временем Сейчас 11.23 А У меня Полтора Часа Тогда Еще Продолжим Вот То есть Вы понимаете Я говорю О таких Очень 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 Простых Вещах Но Это Поможет Каждому Из нас Ощутить Новый Уровень Восприятие Ощущение Вкуса Жизни И это Такое Прекрасное Состояние Которое Тебя В тебе Открывает Еще Новую Боль Тебя Расширяет Как поклонника И служителя Вот Например Если Посмотреть На Сейчас Я вернусь Приготовленное Сердце Первичное Мы уже Поговорили Осознавая Тело Душ То есть Ты готовишь Себя Все Цело Ты Приносишь Делаешь Свой Вклад В служение На Репетиции На Служение Где бы Ты ни Появлялся Через Себя Который Собран Который Любит Который В состоянии Жизненной Энергии Я К чему Еще раз Возвращаюсь Представьте У меня Престакан Смотрите Он заполнен Водой Вот так же Заполняет Нас Бог Вот этой силой Энергии Жизни Мотивацией Что-то сделать И вот Про то Что я сейчас Предварительно Говорила О важности Заботы И любви К своей Душе К своему Телу Именно К телу То Это Это Биологический Футляр В котором Мы живем И существуем До самого Последнего дня И вот Представьте Что Вот Этого Стакана Это конечно Сложно Представить Например Если это Стеклянный Но Представьте Мы же Люди Творческие Вообразите Что у него Здесь Например Знаете Такие Дырочки Здесь Пространство Какая-то Прореха Здесь И вот Бог Наливает Наливает И ты Как бы Чувствуешь Чувствуешь Эту энергию Она вот Да О господи Как прекрасно Мир Спокойствие Энергия Да Почему же И потом Вот понимаете Из-за этих Всех Вот этих Неосознаваемых Моментов Утечка Происходит Этой Жизненной Энергии Поэтому Возлюбить Нужно Себя Заботиться Постоянно И каждый День С таких Просто Элементарных Вещей Потому что Еще знаете У меня последнее Такое Откровение Что Познавая Бога Мы познаем Себя И вот Когда вы Начнете Познавать Себя Себя Ту самую Любимую Какая ты Есть Познавать Себя Лично В душе В теле Ты Также Будешь Открывать Такие Новые Грани Бога И это Какой-то Знаете Такой Знаете Есть Знаете Есть Такой Четырехмерное Такое Пространство Открывается Знаете Не просто Плоскость А вот Ты Начинаешь Абсолютно Абсолютно Жить в новом Открывается Твое тело Начинает Чувствовать Понимаете Все наши Прошлые Обиды Страхи Все Скапливается И когда ты Идешь В эти все Знаете У вас Достаточно Информации И вы Просто Открываетесь Для внутреннего Духовного Душевного Исцеления Работайте Над своим Телом Чтобы вы Могли Чувствовать Не только Здесь А чтобы Могли Чувствовать Здесь Бог Говорил Услышите Вкусите Меня Ибо И облак Он Вкус Говорит Мы Смотрим У нас Есть Наши Зрительные Органы Мы Слышим Мы Слышим Так Мы Слышим Духовный Мир У нас Есть Здесь Сердце Наше Ядро Нашей Жизни Здесь Здесь В груди Наша Брюшная Все Наше Тело Заканчивается Понимаете И это Все Тело Если Мы Начинаем Идти В Разные Телесные Практики Которые Бог дал И вразумил Людей Мы Начинаем Чувствовать Бога Во всем Своем теле Знаете Я раньше Просто Ой Какая-то Мурашка Пошла Ой Я поплакала Вот Дух Святой А вы знаете Когда Приходит Это исцеление В Дух Душу И тело Это так Так Я вам говорю Это так Интересно Жить Потому что Мы Бог нам Дал Жизнь Я глубоко Обеждена Ты Я Мы призваны Здесь не только Выживать и страдать Мы здесь Для того Чтобы Жить в радости В наслаждении Самим Быть рад Мы письмо Христов Это не просто Петь о его радости Петь о его любви Петь о его милости Быть проявлением Его радости Его милости Его Покоя мира Который не просто На словах Знаете Вот Письмо Можно о ком-то писать А можно просто Быть этим письмом И вот Когда Приходит исцеление И в теле Ты чувствуешь Эту легкость В теле Ты начинаешь Чувствовать Как Вы знаете Иногда ощущаю Во время Пророческого Поклонения У меня Иногда Ладони Горят Это же Вся жизненная Энергия Иногда Я Начинаю Что-то петь И как будто Подтверждение Я вот Все Мое тело Начинает быть В какой-то Абсолютно Одной Вибрации Это новое Это интересно Иногда Просто Какое-то Состояние Спокойствия Которое Передается Через Твой Голос То есть Бог многообразен Он Настолько Уникален И Это так Интересно И двигаться В этом Направлении Поэтому Тогда Поклонение Прославления Становится Очень Очень Интересным Многообразным Начинаешь Нащупывать Новые Формы В теле Проявляются Новые Движения То есть Как бы Это Интересно Это Проявление Бога Потому что Он Сам Творец Да И Сердце Подготовили Душу Исцелили Тело Проявили Да То есть Все эти Моменты И возвращаемся Непосредственно К нашему Служению Поклонения Оно Все Важно А приготовленные Песни Уже Вторичные Такое Было Выражение Когда-то Но Одинаково Важны Все вещи Работа Над собой Работа Над сердцем Работа Над телом Но Также Работа Над Своим Мастерством Знаете Вот Для себя Я взяла Такое Например За правило Как готовиться К служению Я думаю Что Вот вы Все слышали У вас Прекрасный Лидер Прославления Анастасия Которая В принципе Очевидно Можно смотреть Наблюдать Даже Я в Новосибирске Я однажды Сказала Что я никогда Не была В Новосибирске Но я Оказывается Ошиблась Я была Однажды Очень давно Но я слежу На инстаграме На фейсбуке На каких-то Ютуб У вас Прекрасный Пример Для подражания У вас Красивая Энергичная Талантливая В постоянном Развитии Молодая Женщина Сильный Божий Служитель Да Смотрите Поэтому Вы В курсе Вы явно В курсе Что важно Работать над Своим духом Чтобы Ты был И в духе И в душе И в теле А также Профессионально Мог управлять Своим инструментом И соответственно Заниматься Это понятно Но Мы должны Мы должны Быть Самокритичны Потому что Уровень Нашей Подготовки В принципе И говорит Насколько мы Благоговеем Перед Богом Ты говоришь Господи Я тебя так люблю Я поклоняюсь тебе Ты достоин Принять Всей Всю хвалу И честь Все Мое Там Не знаю Что в ней И представляешь При всем этом Ты позволяешь Себе Элементарно Не распевать Свой голос Ты себя почувствовала Мега Профессионалы Мои знакомые Которых Я считаю Ну просто Ну как бы Ну Мирового Уровня Такие звезды Например Размем Вайдес Вишня Вскус Которые Уже В мировых Операх Выступал И выступает Он не позволяет Себе вообще Ни один раз Не открыть Свой рот На сцене Чтобы не распеться Он до сих пор У него есть Свой Вокальный Тренер А иногда Бывает Такое Да ладно Все нормально Эту песню Да я уже знаю Зачем мне Репетировать Еще раз Для себя А ладно Я выучила Ну это новая песня Нормальная Как-то я так Посидела Над первым Куплетом А припев Ну я же Надо своего Добавить Ну и добавят Люди свою лень Просто Уважайте Мелодию Автора Куплет Припев Куплет Бридж Ладно В конце Ладно Где оставляем Пространство Для импровизации Этого Импровизации Пророческое поклонение Музыкальное Как бы ни называли Ну там уже Добавь что-то Мелодия Ребят Если она была Оригинальной Выучили Ну со второго Куплета Можно что-нибудь Там себе Добавить Изменить Интерпретировать Да Я люблю тебя Господь И благоговею Но извини Знаешь Дорогой Не хватило У меня Времени Подготовить Материал У тебя же Милость Ну короче У нас все места В Библии Есть чтобы Помолиться И Господь Слушайте Вы поймите Что ситуация Бывает разная Вот абсолютно Ты скажешь Что ты там Это все говоришь У меня пять детей Ты бы знал Мой график У меня нет Время А я вообще Учусь Он меня У Я говорю О осознанности И зрелости Которой мы стремимся Да Ситуации могут быть Разные Но это Наша Наши Наш стандарт Даже если ты уже Круто поешь Иди Развивай свою Импровизацию Иди Находи новые грани Сейчас в рамках Интернета Господи Какая Я так кайфую Кто-то сказал Кому-то Карантин Кому-то Драмплин Я вот прям Обожаю это время Для меня это такое Время огромных Возможности Сколько Есть Классных Вебинаров Для развития Вот Запиши Для себя Как план Иди Развивайся Иди Развивайся Отдельно В импровизации Вот смотрите Возьмем Даже Пророческое Поклонение Это же С точки зрения Музыки Музыкальная Импровизация Которая Осуществляется В рамках Какого-то Конкретного Музыкального Стиля А что такое Лёдик Расскажи нам Про жанры музыки Музыкальный стиль И жанр Они Подразумевают Определённое Наличие Каких-то Каких-то Мелодических Ритмических Функциональных Вещей Это как в твоём Наряде Вот как ты Оден Да Например Может ты Такой знаете Кейжел Классический У тебя всё Такое Аккуратненькое Знаете Вот там Вот серёжечки Такие Кто-то Любит Что-то Такое Знаете Смешивать Я мало Разбираюсь В стилях Но при этом Спортивный Классический Какой-нибудь Оверсайд Кто-то Любит Ты подбираешь То есть Ты подбираешь Определённые вещи Возьмой Классический Вечерний Вечерний Наряд То есть Там Происходят Свои Какие-то Моменты А иногда Я просто Так чувствую Нормально Ты можешь Конечно Быть Мега Супер-хипстером Знаешь Типа Одел Там Короче Кроссовки Здесь Такие Серёжки С огромными Камнями Но только Если Это Конечно Всё Грамотно Продумано Не на грани С бомжом Я сейчас Утрирую Я переношу На сцену В музыке Понимаете Звучит Какой-нибудь Там Возьмём Классический Рок А ты там Знаешь Устроил Какие-то Не знаю Джаз В импровизации Знаете Может быть Это детально Ты скажешь Ай Зачем Это Всё Надо Это Надо Оно Хочешь Бери Хочешь Не надо Но оно Точно Обогатит Обогатит Тебя Как Исполнителя Как Поклонника Эта Фраза Которую Я сейчас Скажу Сказал Раймонд Мацетц Я всегда Называю Фразы И отдаю Знаете Такие Авторства Раймонд Мацетц Музыкальный Директор Который Был 16 лет Он Кифу Аранжировал Кифа Знаете Проект Он был Аранжировщиком Главным И вот Когда мы Сидели Репетировали На бэк-вокале Я обожаю Я вспоминаю Это Он Относился Так Требовательно К бэк-вокалу Каждому Музыканту К барабанщику К гитаристу А одинаково Ко всем Не только К лидеру Прославления Который Впереди Дай Бог Слава Богу Что у всех Прекрасная Командация Знаете Бывали Такие моменты В жизни Когда ты Ведешь Прославление Поклонением Но это Даже не с этой Командой Это когда Ты часто Меняешь Команды А бывает Такое Что ты Ты ведешь И ты Понимаешь Как будто Такое ощущение Словно Ты всех Как будто Ты тащишь А есть Другой момент Когда То что я Сейчас Переживаю Богу Благодарны За нашу Команду Невероятно Благодарны За наш Состав За каждого Участника Это знаете Когда Каждый Сознанно Делает Вклад Профессиональный И всяческий Мы равнозначно Приходим На репетиции Мы равнозначно Делаем свое дело И тогда Ты ощущаешь Что вы знаете Вот Это не просто Гитарист Который стоит Ну надо же Чтобы в группе Прославления Был гитарист Так же везде Вот Бас-гитарист Ну ладно Он классно играет Зато у него Никаких проявлений Нет эмоций На лице Но ты же Человечек Мой дорогой Ты тоже На сцене стоишь Ну ладно Я там вообще стою На втором ряду Баквакали Ну это типа Мини-хор Или баквакал Хорал Вот Но меня не видно Ну там же Настя ведет Или там же Олеся Или там же еще Петя ведет Нет Понимаете Вот когда приходит Вот эта вот Ответственность Я Вот каждый Каждый Как только появился На сцене От тебя уже Что-то идет Только представьте Если каждый Будет вот с такой Ответственностью Подходить Это во-первых Ты будешь По-другому Делать то Что ты делаешь Не говоря уже О лидере Который просто Отчасти Будет Тоже Радоваться Еще больше Так вот Раймонд Матсис Говорил Что Вы дорогие мои Так Хотите Исполнить Волю Божью Ну в рамках Аспекта Поклонения Вы говорите Господь Используй меня Возьми меня Делай все Что ты Поем песни Делай Что ты Хочешь Во мне Делай Что ты Хочешь Со мной Измени Используй Мой голос Вся моя Жизнь Для тебя И вот Ты как Ручка Я представляю Именно Такая Конкретная Пластмассовая Ручка И внутри Есть стержень 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 В котором Находится Чернила И Господь Говорит Аллилуйя Дорогая Дорогой Мой Ты сказала Да И он Берет Свои руки И начинает Писать А потом Наступает Момент Что ты Как бы Он и хочет Писать А чернила Закончилась Я обожаю Еще раз Ему огромное Спасибо За этот Наглядный Пример И вот Сделай Для себя Такой Знаете Для себя Анализ Не знаю Если вы ведете Дневники Или утренние Страницы Я веду Каждый день То есть Это вот Такой У меня есть Практик Каждое утро Я сижу И вот А4 Листика Пишу С утра То есть Это свободное Написание Мыслей Иногда Ты просто Пишешь А задача Писать И не останавливаться Иногда Нечего писать Ну Редко У меня Конечно Такое Бывает Это Поначалу Было Когда Сложно Начать Вот Иногда Это просто Знаете Все твои Мысли А иногда Раз Приходит Идея Для Какого-то Пророческого Поклонения Мысль Или Словосочетание А иногда Приходит Просто Что ты Анализируешь Что-то А иногда Бывает Самое Люблю Когда я Понимаю Что это Не я Сейчас Пишу Это Сейчас Мне Бог Что-то Хочет Сказать Я Сижу И пишу Маше И вот Я понимаю Что сейчас Он мне Говорит То есть Вот эти Письмена Очень Полезная Вещь Ручка И вот Ты Сделай Для себя Запиши Прям Не сейчас А когда Будет Время Если Вспомнишь Вот Представь Эти чернила И подумай А вот Насколько Они у меня Сейчас Где Если От шкал Пошкаляет Одного До десяти Где Может Сразу Перенести На глобальные Наши Темы Которые Я говорила Про них Конечно Можно Очень Много Говорить Что С моим Духом Где Там У меня Вообще Какая Температура Какое Время Года Что Потом Раз Перенеси А что У меня В душе Отдельно И вот Что У нас В теле У тебя Например Проблема С голосом Да А ты Такой Говоришь Нет Я Жертву Хвалы Богу Приношу Дорогие Мои Жертва Хвалы Это не Убивает Сво Собственный Голос Ни в коем Случа У меня Такого Бывало Жизнь Поначалу Никого Нет Ты Должна Ты Должна Вести Просновление Поклонения Ты Должна А тебе Еще 17 лет И ты Такой Да Это Круто На всех Библейках Буду Вести И потом Ты Просто Приходишь И говоришь Привет С таким Голосом Тебе Надо Vocal Rest Минимум Четыре Дня Хороший Сон Чтобы Голос Ничто Лучше Голос Не Восстанавливает Чем Сон И Вода И Конечно Же Упражнения Такие Silent Тихие Упражнения Которые Восстанавливают Не говоря О том Что Сходили С Хмониатру И Если Тебе Скажет Тебе Нужно Будет Обязательно Пройти Физиотерапию Нет Же И Я Помню Что Да С Таким Голосом Привет Как Можно Петь О Нет У тебя Прикольно У тебя Такое Сейчас Это Еще Кто-то Из Музыкантов Начинает Говорить Или Тот Кто Говорит Пожалуйста Ты Должна Провести О Прикольно У тебя Такой Блюзовый Голос Сегодня Знаете Твой Блюзовый Посмотрите Внимательно Что у тебя Происходит С твоим Вокальным Долгом И Что бы ни Происходило Ну просто Как Аббц Должен быть Вокальный Педагог И Я вам Вот Не сказочки Рассказываю Смотрите Что В Библии Про это Сказано Уровень Наш Перед тем Как Место Из Библии Уровень Нашей Подготовки Говорит О том Насколько Мы Благоговеем Перед Богом Ответственность Или Небрежность Смотрите Вот В Малахии Написано О Жертве Которую Люди Приносили И Когда Приносите В жертву Слепое Господи Страшно Уже Читать Есть Такие Немножко Страшные Настораживающие Места Блюзовое Не Худо Ли Это Или Когда Приносите Хромое И На минуточку Больное Не Худо Ли Это Поднеси Князю Твоему Будет Ли Он Доволен Тобой И Благосклонно Ли Примет Тебя Говорит Господь Саваоф Мы Переносим На нашу Деятельность Больной Голос Постоянно Проблема С Интонацией Знаете Вот это Другими Словами Мой Дядя Любимый Андрюш Шокочкин Люблю Я Каждый раз Говорю Спасибо тебе За мою Детскую Травму Мы Смеемся Говорим Травму Потому что Я помню Каждый раз Когда мы Пели Нам было 13-12 Только Начинали И он Всегда Приходил Ну что Привет Господа Касахуны Касахун Ну это Его была Интерпретация Когда ты Фальшивишь Понимаешь Поешь Например Не просто Касишь Вот это Еще слово Касишь Нормальным Музыком У человека Проблема С интонацией Из-за того Что Недостаточно Сбалансированные Вокальные Мышцы Всего аппарата Да Это Ничего Спокойно Начаешь Распеваться Начинаешь Работать Над слухом Синхронизируется Восприятие Звука И его Трансляции И ты Перестаешь Вот эти Знаете Например Ну Первое Что в голове Там Например Иисус Ты Спаситель Мой Все нормально Касахун Это когда Иисус Ты Спаситель Мой Ну Это уж Совсем Ну понимаете Вы все Уже В деле Вот Поэтому Если ты Косишь Фальшивишь Ну как бы Это Относится Дорогие Мои К разряду Хромое Косое В прямом смысле Знаете Косое Сразу Хочу Снять Напряжение Любимые Мои Если У тебя Проблема С Антонацией Если Ты Единственный Лидер Прославления В своей Небольшой Церкви Не Волнуйся Это Значит Что тебе Надо Просто Начать Заниматься Любая Проблема Которая У тебя Возникает В техническом Моменте Это Надо Воспринимать Как Задачу С Любовью К себе С Позиции Зрелости Внутренней Да Что Делает Незрелая Вот Ты Все Да Я Какая-то Неталантливая Да Я вообще Никак не Выду на сцену Я опять Ошибаюсь Все Пастор Я вообще Не буду Все Да Так Делает Младенец У которого Нету Зрелости Что Делает Зрелый Человек Поклонник Специалист В своем Деле Сколько Б тебе Не было Лет Да Зрелый Человек Послушал Своё Прошлое Прославление И думаю Господи Погоди И это Меня Как бы Слушали Все в зале Да Ладно Блин 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 Это можно Блин Сказать И думаешь Господи А это Еще и Транслировалось Да Как бы Все эти ссылки Позакрывать Я там Криво Спела Потом Включается Нормальная Зрелая История Хорошо Ничего страшного Зрелый Человек Для себя Честный Критический Самоанализ Передыдущего Служения Например Когда Заканчивается Развитие Когда ты Не анализируешь И не стремишься К развитию Такое тоже У меня бывало Я такая думаю Ай Лучше нервы Сохраню Не буду Просто буду Богу служить Одно Второе Третье Служение У меня Бывали такие Моменты Иногда Когда я чувствую Что у меня нету Сейчас эмоционального Ресурса Для анализа Потому что Например Тогда я Оставляю Отдельное время Раньше было Думаю Я сажусь Анализирую Ну а сейчас Возвращаюсь Честный Самокритичный Анализ Что делает Зрелый человек Он садится Интересно Ну да Здесь у меня Опять почему-то Возникла Интонация Почему же я Тут Синтонировала Так 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 А Наверное Я Мало Там Ну Когда уже Техника хорошая Конечно Этого Не происходит Даже Если у тебя Недостаток Сна Или у тебя Чуть-чуть Уставший Голос Уже Как-то Балансируется Ты думаешь Начинаешь Искать Варианты Может быть Что-то Со звуком Было Может Баланс Не слышала Может Гармонии Потом Возвращаешь Напоминаешь Себе Что так Моя хорошая Давай Все-таки Занятость У тебя Такая Такая Но Возвращайся К индивидуальным Занятиям Надо Распеться Потом Анализируешь Думаешь Бывает И вот Этот Вот Когда ты Съезжаешь С интонацией Когда Бывает Такой Эмоциональный Посыл И Как-то Успокаиваешь Себя Нужно Иметь Напоминаешь Себе Что успокаивает Своё тело Нужно Когда Поёшь Для себя Разные Вещи Потом Также Переключаешься На Мастерство Исполнение Вы Счастливее Не Слышите Хотя Не Слышите Исполнительское Мастерство Смотришь На себя Визуально А что Там У меня Да То есть Как бы Смотришь Что у тебя Когда-то Ты в порыве Какого-то Такого Очень Свободного Состояния Выразил Себя Да Не знаю Там Как-то Вот так Руками Потом Смотришь Уже Прошло Три Месяца Ты Всё Вот так Не знаю Я Опять же Многообразно Я не призываю К тому Что ты Там Должен Танцевать Просто Я Это моя Наверное Какая-то Моя Личная Тема Что я Я очень Люблю Расславлять Бога И поклоняться У меня даже Есть личные Сессии Поклонения Когда я Когда я Просто Танцую Я Обожаю Я прям Чувствую Как у меня Через тело Идёт Это поклонение Не могу Обязаться Но как только Я начинаю Смотреть Что Я в какую-то Форму Знаете Захрясать Бок Прикольно Сработало Или что-то То я тоже Думаю Так Надо этот блок Стирать И продолжать Двигаться Дальше Так вот Чтобы Наше Смотрите Важно Готовить Не только Своё сердце Но и Уровень Своего Исполнения Наша Жертва Должна Быть Приготовлена Достойной Совершенной Благородной И непорочной И шлифовать Нужно Свой дар Свой Профессиональный Уровень Выбирайте Мой дорогие Песни Которые Соответствуют Твоему Исполнительскому Урову Ну Например Что Как одежда По размеру Вот я Всем своим Студентам Вокальным Говорю Дорогой Мой Дорогая Вот у тебя Есть сейчас Даже возьмём Рабочий Твой Одна Октава Там Столько Можно Вкуснятин Сделать Столько Можно Сделать Блюд Музыкальный Вот так Пока Работаешь Над своим Над своим Верхом Низом Пока Работаешь Над своей Вокальной Техникой Музыканты Там Вы владеете Какими-то Аккордами То есть Как бы В рамках Их уже Можно сделать Очень много Вкусного Интересного Да Вот Песни Соответственно Выбирайте Исполнительскому Уровень Это Я люблю Вот это Как одежда Да Но если У тебя Размер Экстра Small Экстра Маленький Зачем Тебе Одевать Размер Большой Ну зачем Только Если Это Продуманный Оверсайз Какой-то Там Ну если У тебя Знаете Размер Л Большой Ну зачем Тебе Разрывать Эту Блузку На себе Оденься Поудобнее Чтобы было Комфортно А это Все Очень важно Это Глядь на здоровье Волоса Ты можешь Два Три Раза Спеть Эту Песню Не в Своей Тональности Да Из-за Того Что Ты Хочешь Так Чтобы Она Была Помощнее Но Зачем Ты будешь Повреждать Свои Локальные Связки Они Будут Тереться До поры До Времени Будет Мозоль Потом Будет Быстрый Будет Твердый Мозоль Потом Придешь К Разным Понимаете Бог Создал Наше Тело Нашу Душу Все Что Я до Этого Говорила Уже Разумно Как Только Начинаешь Это Изучать С Точки Зрения Науки С Вообще В принципе Мастерства Так Много Открывается А ведь Когда Ты Это Все Изучаешь Ты Это Делаешь Духом Святым И Он Тебе Такой Говорит Ну Вот Видишь Помнишь Когда Ты Тогда Я Однажды Приехала На Большую Конференцию В Киеве С Нашим Составом У Нас Был Хор Сто Человек Мы Готовились Три Недели Я Вот Это Было Это Было 15 лет Назад Так Могу Я Сказать И Я Вот Была В том Состоянии Что Небрежно Относилась К своему Вот Вокальному Аппарату Репетировала Пела И все Дальше Как хотела Жила Да То есть Как бы Спала Бегала Не Занималась И Вот Мы Приехали В Киев Четырехдневная Конференция Огромная Воодушевление Радость Все И на первой Репетиции Представьте На первой Репетиции Я Пропеваю Куплет Припев И я Понимаю Что я Начинаю Терять Голос А до этого Было Знаете Состояние Першения Что-то Такое Все К концу Репетиции Мы тогда Были вместе С Виталием Фремочкиным Я говорю Виталик Я не могу Я не могу Все Ладно Ладно Ну естественно Свято место Пусто Не бывает Слава Богу Что там Куча людей Было Много людей Было Мое состояние Я Возвращаюсь В эту квартиру Которую нам Арендовали С красивым Видом На Кричатик И знаете Когда не просто Голос Исчез А я Ну правда Исчез Я не могла По телефону Сказать Ничего То есть Мне было Вообще Сиплый Мне вообще Даже Сложно Было Прошептать И еще Болел И вот так Я пролежала Там Я даже На конференцию Не могла Идти Потому что Здесь Было Все больно Пролежала Я так Четыре Недели Вот так Иногда Нас Жизнь Останавливает Когда мы Долго Игнорируем Душу Тело Свой аппарат Свой Перерасход Себя Вообще В чем-либо Жизнь Реально Она Болезнь Останавливает И говорит А теперь Just chill А теперь Дорогой Может Я к тебе Через болезнь Пришел Но тебе Надо Остановиться И подумать Вот Я когда-то Лежала Знаете Столько Мыслей Да Ты выбрал Меня Поклонницей А вот так Со мной А еще Почему У меня Постоянные Проблемы С голосом А еще Если ты Если это Мое призвание Поклонения И прославления Почему Ты мне Не дал Три Октавы Да вот Так Вот Как эти Детки В голосе Да в X-factor Выходит И поют Я Тут Со своими Там Полтора Два Октавы И еще Сейчас Голос Исчез Ну это Какая-то Это я Рассказываю Внутреннему Налогу Ну и потом Другая Зрелая Часть Включается Включается В то Что Хорошо Все Нормально Так План действий Возвращаемся Звоню Надежде Владимировной Моему Педагогу Которая Именно По вокальной Технике Которая Вы знаете Прям Как врач Приходишь Диагноз Ставит Такая Знаете Какая-то Схема Будем Это Это Делать И я себе Сказала Все Будем Заниматься Восстанавливать Голос Будем Разбираться Какие-то Тональности Мои Какие Нет Буду Все Приехала Начала За полгода Она мне Восстановила Голос После чего Я К вокальной Технике Одну Так Так К вокальной Технике Отношусь С таким же Трепетом Как Знаете К молитве Вот И так То есть Сейчас я смотрю На время Еще есть Чуть Это важно Это важно Дальше Уже В будущем Важно Продолжать Развиваться А сейчас Я так Богу Благодарна Я знаю Себя Я знаю Свой голос Я знаю Свои потребности Я восполняю Потребности В сне Я сейчас Говорю о технических В занятиях В еде Кстати Еще до недавнего Времени Я Ну это так Извините С едой Это вообще Тема моей жизни Не могу Про нее Не говорить Но она напрямую Связана Даже если Ты никогда Не имел Проблем Связь До недавнего Времени То есть Как бы Могла себе Позволить Из-за того Что я Очень Занята Я Знаете Не поела Сейчас Нет Это часть Успеха Моего Чтобы я Это сделала Настолько Я отношусь К этому Очень важно Так же Как Другим Моментам Вовремя Лечь Спать Если Каждое Воскресенье Я встаю В шесть Потому что На репетиции У нас Репетиция С бакуакалом В девять В девять Тридцать Приходят музыканты Служение В одиннадцать Я стою В шесть Я поела Я сделала Дыхательные Упражнения Которые Обожаю делать Потому что Я знаю Что они Делают Для моего Тела Я сделала Все свои Вот эти Вот Фри Райтинг Писание Которое Как бы Пробудило Мой мозг Я сделала Очень такие Классные Вещи Которые Меня Подсобрали По всем Моим Вот этим Вот Пунктам Вы знаете Я вот Сажусь В машину И отъеду На праздник Жизни А бывали Такие Другие 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 Были Состояния С утра Знаете Когда ты Ой В девять В восемь Утра Господи Я сегодня С такой Причем Ладно Скажу Чтобы меня Не снимали Близко Ладно Все нормально Ничего Буду разная Ой Голос какой Ой Слова Не выучил О Вот это Бежит Воин Жертву Хвалы Преподносить Короче К чему Что это Так круто Заранее Все делать Дисциплинировать И жить В этом Не то что Время От Времени Да Вот И тогда Тогда Это Наслаждение И Кайф И вот Знаете А сейчас Тональности Я свои Знаю Свою Территорию Я знаю Я знаю Я обожаю Говорить Как никогда В жизни Слова Нет Это Это Так Здорово Потому Что Ты Знаешь Что Поймите Не всем Надо Говорить Да У тебя Есть Право Не Я всегда Говорила Нет Конечно Это Понимание Что Ты Можешь Сказать Нет И Объяснить Что Например Извините Я не могу Мы сейчас В рамках Нашей темы Не могу Привести Прославление Но ты Явно Больной Или больная То есть Как бы Вот такие Вещи И поэтому Здорово Когда у нас Есть команда Когда мы Можем Взаимозаменять Вот у меня Было Недавно Обстоятельство Что У меня Не было Три Недели И так здорово Иметь Команду Людей Которые Двигаются В одинаковых Стремлениях Которые Могут И взаимозаменять Друг друга Я знаю Свои Песни Я очень Много Песен Люблю Я слушаю Например Песни Которые Сейчас Современные Разные Песни Моего Отца Да Обожаю Как это Кто-то Исполнил Исполнил Но Я знаю Что эта песня Не моя Даже не по характеру Бывает Знаете У меня убеждено Что любой Любой музыкальный Материал Можно интерпретировать По-своему То есть как бы Можно сделать Какие-то изменения Если у тебя Отзывается Идеология Лирика Данной Композиции То Ты можешь Интерпретировать Но Бывают Песни Если у них Вот знаете Диапазон Вот такой Я где-то Здесь Я не путаю Себя Можно конечно По пулье Сделать Эту самую Высокую часть Не петь Разные Есть подходы Но я четко понимаю Свои песни Не свои песни Я вот даже Когда Отрабатываю Или ищу Поиск нового Материала Я слушаю И мне достаточно Четырех Секунд Моя не моя Песня И я уже Я говорю Что вы слушаете Ну ладно Я спою эту песню А я не могу Вот есть Есть такие песни Из прошлого Которые активно Просят меня спеть Иногда Моя мама На своих служениях Я Я Я Просто Обывающий материал Который ты Отпел Хотя нет Хотя это Тоже не профессиональные Отношения Можно любую песню Самую старую Зарядить Новой энергией Это 100% Вот Но есть такие тоже Песни Вот Поэтому на данном У меня очень много Классных новых историй Не только значит Связаны Разжирела Ухудела Все классно Знаете что Очень много нового Прикольного И радостного В жизни происходит Мы записали Новый альбом NG-Band Это был такой Классный Новый опыт Это уже Время летит Сейчас происходит Пост-продакшн Полтора месяца назад И мы Там будет Девять композиций И они Будут записаны Лайфом То есть мы просто В принципе делали На сцене В зале Никого не было И он был записан Поэтому будет выходить И как Аудиопродукт И будет выходить Так же Как Видеопродукт Это был Невероятный Опыт И командный Всячески Да Поэтому ожидайте И пока я это говорю Хочу сказать Добро пожаловать Всем На наш аккаунт В инстаграме NG-Band Точка Рика Также можете Подписываться Ко мне в аккаунт Потому что я очень много В последнее время делюсь И о музыке И о поклонении И о похудении Но возвращаюсь К нашей теме Потому что сейчас уже 12.05 Погодите У меня получается А у меня до 12.30 Да время? Не ошибаюсь Да? Маш, слышишь? Да Да, у нас время До 12.30 У нас еще есть Вопрос-ответ Мы хотели Давай сделаем Буквально пять минуточек И я тогда Да Сделаю вопрос-ответ Давай, да, да Вот В принципе То, что я О чем я хотела С вами сегодня Поделиться Я поделила Хотя еще столько Много чего А, вот Еще хотела сказать Что заканчивая Мои рассуждения О музыке Скорее Это рассуждение Да Музыка Это Наш опыт Твоя мудрость Твои мысли И вот Вот это вот все Да Если ты ею живешь Тогда из твоего инструмента Будет выходить Эта вся жизнь Да И это, кстати Относится не только К вокалистам Я знаю Что там сидят музыканты Барабанщики Гитаристы Басисты Я так обожаю Нашу команду Сейчас Потому что Вот Каждый Кто Каждый Кто играет Да Будь то барабанщик Ну Все Гитарист Когда у них Есть момент Проявления себя Да Например Там соло Или что-то Они Вот Они все целы Даются То есть Как бы Когда идет соло Это сейчас Человек Высказывает Эту мысль Добавляет Свой класс И энергия Растет Да Мне не надо Перекрикивать Гитариста Усиливая Какой-то там Ну Я извините Утреру Помазание Да Иногда некоторые Говорят И все Что-то шумят Кричают Перекрикивают Но есть же Лаконичный Грамотно Потому что Он и так Высвобождает А потом Смотрите Как красиво Ты своим голосом Подхватываешь Ты можешь И вместе с ним Но если ты владеешь Достаточным навыком Импровизации Вы вместе будете Словно картину рисовать Да А не просто Шумом заниматься Вот Поэтому музыка Это то Чем ты живешь И то Что из твоего инструмента Выходит Поэтому Сейчас Сейчас И И И Знаете Что еще Последнее О нас Всех Хотела бы сказать Бог же терпения Утешения Да дарует Вам и нам Будет введена мысли Между собой По учению Христа Иисуса Дабы вы Едиными устами Славили Бога И Отца Господа Нашего Иисуса Христа И как кто-то Сказал Что Собраться Вместе Это начало Кто-то Собрался Оставаться Вместе Это прогресс А вот Работать Вместе Это успех Поэтому я Желаю Всем Кто сейчас Находится В любой Из этих Стадий Продолжать Быть вместе И этот вклад Всегда понимать Что Мы все равнозначны Ответственности Конечно у каждого Разные Но по вкладу Мы равнозначны В команде И вот знаете Заканчивая Свои Размышления Хочу процитировать Еще раз Своего отца Которого люблю Уважаю И люблю Уважаю Дело его жизни И его сердце Поклонника Которое он Так же В генах Течет В крови И недавно Только поняла Что это Благодарить Стало Бога За то Что Есть Знаете Наследие А есть Духовное Душевное Физическое И я Вот Какое-то Такое Зарение Что Это Есть песня В нас Дыхание Твое Вдруг Не осознала Что Во мне Дыхание Моей Матери И их Вера И их Любовь И их Наследие Духовное Во мне И вот Поэтому Хочу Завершить Выдержкой Из одного Из его Семинаров Поклонения Наступ Поклонения Наступает Время И Наступило Уже Когда В наших Церквях Поднимется Армия Истинных Поклонников Бога Которые Забудут Что Такое Состязаться И конкурировать Друг с Другом Которые Забудут Что Такое Завидовать И Что Такое Ставить Себя Впереди Других Это Все Как Детство Забудется Когда Мы Были Младенцами То По Младенческим Мыслили И Поступали А Когда Стали Взрослыми То Оставили Младенческое Наступает Время И Наступило Уже Когда Наивность И Близорукость Когда Фарисейство Это Плотская Самодеятельность Уходит Со Сцен А На Сцену Выходят Истинные Поклонники Которые Будут Поклоняться В духе И В истине Я Благословляю Каждого Из вас Пусть Бог В каждом Из вас Увидит Истинного Поклонника Который Будет Любить Бога Больше Всего На Свете И Будет Пересекать Границы Материального Мира Который Будет Знать Своё Готовое Сердце Свой Характер И Который Будет Готовить Великолепные Фирменные Блюда Под Названием Истинное Духовное Поклонение С чем Я вас И Поздравляю Мария Спасибо тебе Огромное Знаешь Я Сижу И мне Илей по Сердцу Потому что Мне даже Кто-то Рядом Говорит Вы Сговорились Что ли Потому что Первый Урок Это Так Всё Пересекалось И Я Сижу И понимаю Что Действительно Присутствует Тот факт Когда мы В одном Духе Даже В разных Странах Находясь Но Есть Вот это Один Дух Одно Видение Одна Цель Одна Вера Одни Откровения Даже Через Тысячи Километров Несмотря На все Узкие Обстоятельства Которые Сегодня Нас Стесняют Это Это Все Равно Есть В нашей Жизни И Как Сегодня Модно Говорить Что У каждого Человека Должен Должен Быть Ментор Тренер И так Далее Гуру Да Да Гуру Все Таки Вот Вы Тот Ватикан С которого Течет Весь Елей На Нас И Когда Я Слышу Те Вещи Которые Так Близко Соприкасаются С моими Вещами Которые Транслирую Сегодня Я Я Понимаю Это Как Отвес В мою Жизнь В наше Движение Приходит Что Мы Правильно Идем Мы Правильно Следуем Мы Правильно Мыслим Мы В одном Духе Мы Заряжены Под одно Откровение Это Конечно Очень Круто Это Вдохновляет Поэтому Мы Вместе Несмотря Ни на Какие Отприятия Алексею С Ольгой Огромнейший Пламенный Привет Передаем Сибирской Земли С Новосибирска Передаем Что Мы Очень Любим Мы Молимся Мы Благословляем Вашу Церковь И Дай Бог Вам Здоровья И дальше Пусть Господь Движет И Распространяет Расширяет Шаг Под вами Вот У нас Есть Несколько Вопросов Я Сейчас Задам Их Да Ответь Хочешь Будешь Отвечать Народу Ох Поздоровайся С народом Спой Что-то Ладно Так Первый Вопрос Мария К тебе Сколько Времени Потребовалось Привести Свой Дух Душу И Тело В Порядок И Есть Ли Какие-то Практические Шаги Классно Я Как раз Про это Говорила Прекрасно Повторюсь На самом деле Практические Шаги Знаете Я Приводила Сейчас Отвечу На вопрос Я начала Приводить Дух Душу И дело В порядок Когда Родилась И буду Продолжать До самой Смертной Доски Но это к тому Что я Как-то посмеялась На самом деле Это путь Жизни Но Когда ты Вступаешь На путь Внимательности К себе Ну Извините Уж такое Тоже новомодное Слово Осознанность Только если Ты будешь Просто говорить А не делать Что-то в этом направлении Ты будешь Просто говорить И еще К нему Будешь говорить Здесь и сейчас Главное Все хорошо Если ты Это начнешь Быть внимательным И делать Тогда ты будешь Видеть невероятные вещи Но все-таки Отвечая на вопрос Практически Если ты Чувствуешь Что тебе Нужно Развитие В душе В духе И в теле Ладно Сейчас Про душу И тело Вместе Короче Тебе нужна Тебе нужна помощь Я всегда Удивлялась У меня были близкие люди Когда Очевидно Нуждалась Человеку помощь Ты хотел Помочь Понимаете Вот еще такая Сфишка Ничего Никому не помогать Потому что Если ты захочешь Тебе все Будут говорить Что тебе Что-то надо Тебе надо Это Нет Если ты Уж такой вопрос Кто бы Это не задал Вопрос Я кстати Тебя хочу Поздравить Потому что Ты уже На пути К тому Чтобы Если ты Уж такие вопросы Задаешь Значит ты задумался Так вот Тебе нужна помощь Иди Если у тебя Очевидные проблемы Смирение Наше Спасение Смирение Это с миром Признать Что да У меня есть Проблемы Например Я не знаю Вообще Во всем В чем у тебя Есть трудности Открыться Какому-то человеку Который Это прошел Например Или Иди Кому-то Кому ты доверяешь Вообще Бога Попроси Господь Мне это Всегда помогает Например Есть пять человек Которые Тебе могут В чем-то помочь Или вообще Наоборот Ты такой думаешь Да ну Я никому Здесь вообще Не доверяю Ты говоришь Господь Дай мне Человека Информацию Ресурс Чтобы решить Этот момент Я это четко Вот Зрелый Зрелый человек И что происходит Ты попросил Бога Открыл файл У себя Здесь уже Потенциально Мы вообще Метафизичны Вот Но это такая уже Голограмма Здесь где-то летает Просто С этой информацией Как открытая папка Ты сидишь в интернете Тебе вебинар попадается Тебе знакомый Тебе Четкая мысль С утра Это тот Кто тебе поможет Звонишь Назначаешь встречу Созванишься Через Не знаю Связываешься И начинаешь Если это там Осознаешь Площадь Своей проблемы Не стрессуешь Даже если понимаешь Что О господи Боже Так долго работать Или еще Так же Насчет любых моментов Практически Вот что я скажу Потому что У меня Просто был Другой путь То есть У меня У меня Был Вот Была такая Робин Которая Запустила Жизненный Процесс Просто Свободная Энергия У меня Появилась Какая-то Потому что Была просто Апатия Равнодушие Знаете Плато Когда оно Как бы Хочется Ничего Не хочется И все Просто Знаешь Когда ты в этом Живешь Два года Вот И потом Когда это Появилось Что А что такое Энергия Просто слово Энергия Это то Что тебя Мотивирует Что-то Начать делать Что-то Исследовать Что-то Находить Что-то Записывать Потому что Когда у тебя Апатия Когда ты Стащила Диетами Голодно И думаешь Что Твоё Кудое Тело Это Все О господи Это Том тоже Побывала Ах Это Ужасно Так вот Обращайся И начнешь Тогда На любой Проблема с весом К диетологу Иди Он у вас В одном лице Все там Вот Проблема с вокалом К педагогу По вокалу Иди Проблема с душой Иди Иди Разбирайся Идите К профессионалам Тоже Не надо На своих подруг Самолечением Не занимайтесь Я всегда не понимаю Ну вот у меня зуб болит Зачем Зачем Не пойду К зубному А я здесь Сама Его Вылечу О У меня И молоточек Есть Я могу Его и Выбить О У меня Еще есть Обезболивающие Ну это Ну это Смешно Это Дико Это Просто Дичь Это Жутчайшая Дичь Что я рассказала А мы Вот так Ходим Горделиво Я сам Справлюсь Со своей душой Я Час Лобак Я Час Я сам Ну Никому От этого Не Будет Тебе Просто Будешь жить Так Выживать А можно Жить Из точки Наслаждения Радости Легкости Вот так Я думаю Что я Доступно Ответила Не бояться Как только Будешь Решать Какие-то Понимаешь Если ты живешь В проблемах Твоя психика Привыкает Потому что Если вообще Возвращаться У тебя там Вообще Конечно Вырабатываются Разные плохие Гормоны Которым ты уже Привыкаешь Ты просто Привыкла Жить в стрессе Тебе нужна Доза Доза страданий А когда ты Начинаешь Выходить В здоровую Зрелую личность Тебе Ну У тебя будет Психика Даже сопротивляться Поэтому иногда Ты такой думаешь Ну все К тому И потом Просто такая Прокрастинация Включается Просто имейте в виду А вот в эти моменты Звонишь И Делаешь Я думаю Что я очень Развернуто Ответила Спасибо Спасибо большое Еще есть Такой вопрос Где эта грань Между Посвящением Себя Служению И заботой О теле Посвящению Себя Богу Да Служению И заботой О теле Ну как бы Ну ладно Она Она Знаешь Такая же Я хочу Мне тафору Сказать Сейчас Она мне Где-то Ревлетает Такая Не знаю Это такая Это просто Такая же Прямая связь Как Вдох И выдох Я думаю Потому что Ну знаешь Что Это вопрос Скорее Из-за такого Очень Тоннельного Восприятия Ну может быть Даже какие-то Люди Так вот Раньше Вообще Кто-то мне Недавно Рассказывал Что Трактовали Разные места Из Библии Там Что типа Какая-то Душевная Гадость Уж какие-то Такие вещи Какие-то Что душа Это Только дух Ну то есть Как бы Слава Богу Что сейчас Уже идет Поколение нормальных Молодых Осознанных людей Да Оно Напрямую Связано Телесность В телесности Открывается Бог Бог Там В теле Это все Взаимосвязано Там Там Грань Там Вот Как Переплетено Все Две стороны Одной Медали Да Ну попробуй Поигнорировать Нельзя Игнорировать Своё тело Потому что Оно однажды Так сильно Тебя Проигнорирует Что все Накроется Вот Я думаю Что я ответила На этот вопрос Спасибо Давайте Вот Сейчас Еще Один Вопрос Я Барабанщик Репетиция Проходит Вполне Успешно Касательно Техники Состояния Души Внутри Спокойствия Настрой Отличный Но когда Проходит Служение Подходит Служение Волнение Иногда Бывает Переваливает До состояния Дрожи Левая Нога Начинает Пуститься Что делать Как принять Контроль Над собой Это иногда Мешает Собраться Ну да Понимаю Спасибо Как побороть Страх Волнение Спасибо Огромное Очень Классный Вопрос Очень Молодец Очень Осознанный Барабанщик Смотри Происходит Что Происходит Ты Весь Подготовлен И Классно Все Ну Происходит Страх Возможно Перед Выступлением Может быть Нужно Все Говорят Что Страх Перед Публичным Выступлением Это Второй Страх Как Идентичный Страх У смерти Второе Что Здесь Может Помочь Не буду Теоретически Вот Тебе Вопрос На Предыдущий Ответ Нам Нужно Синхронизировать Свою телесность Вот С нашим Духом Вот Это Синхронизация Как Сделать Очень Просто Для Этого И Существует Наша Телесность Для Этого И Существует Различные Практики Для Тела Я Вам Скажу Что Я Занимаюсь Отчасти Этим Обязательно С каждым Из своих Студентов Моя Сестра Татьяна Занимается Насчет Этого То есть Это Можно Вообще Пройдите Есть Телесно Ориентированная Психология Которая Может Понять Помогать Тебе Конкретные Практические Упражнения В общем Накидываю Направление Смотрите Это Уже Как Я не знаю По умолчанию Дыхательные Глубокие Брюшное Упражнение Всем Вокалист Музыкант Пианист У Вас Со спиной Проблемы Барабанщика Тоже Всегда Знаешь Гитара Как ты Эту гитару Держишь Может Ты постоянно Перенапрягаешь Какую-то Группу мышц И потом У тебя Страдает То есть До Репетиции После Репетиции Раз в день Изначально Вот Просто Мы можем Сейчас Сделать Это упражнение Стопы На полу Сели Ровненько И начинаем Вдох Через нос Брюшная Область Должна Наполняться На вдох Четыре На выдох Четыре Следующий раз На четыре На пять Выдох Смотрите Попробуй вместе Буквально Раз На старт Внимание Марш Вдох Раз Раз Два Три Четыре Выдох Раз Два Три Четыре Выдох Через рот Причем Не просто А И ты Все целы Я встану Вы все Целы Чувствуете Смотрите Твой Живот Напрягается Я вот так Лучше сделала Твой живот Как шарик Надувается И выдувается Еще раз На старт Внимание Марш Вдох Раз Два Три Четыре Выдох Раз Два Три Четыре Сейчас сделаем Вдох На четыре Выдох На пять Вдох Раз Два Три Четыре Выдох Раз Два Три Четыре Пять Сами можете продолжать до 10 время нас ограничивает потом дорогой мой там кто говорил скруточка невероятное упражнение потом есть просто такое классное смотрите начинаешь особенно сейчас кольцо сниму ты барабанщик ты много используешь тело чтобы его разогреть вот так вот начинаешь тряску с рук буквальном смысле себя всего пять минут хотя бы идеально 15 протрес вот так вот как следует как на освобождение кто-то пошутил так но не я извините за такие шуточки вот значит после этого просто какие-то сделал значит такие хаотично типа танцевальные движения ты присел подышал много это я сейчас не буду давать есть очень много упражнений но как только ты начнешь чувствовать свое тело и приводить его с дыханием даже просто вот какие-то упражнения тебе дала подышать не просто вот перед выходом на сцену вы все там чай кофе пьете все рассказывать смешные истории а я сегодня а ты сегодня это все рассказал а потом бежишь на инструмент для себя лично сходи в какую-нибудь закрытую комнату отдыха затемлись там по душе и ты спокойнее будешь выходить тебе наоборот не нужно себя наверно скорее разбудораживать состояние поэтому прекрасно есть ресурсы есть я есть моя сестра есть ресурсы на эту тему да хорошо все у нас время подошло концу мария еще раз мы тебя благодарим спасибо тебе за это потрясающее время да давайте все поаплодируем спасибо вам огромное дорогие буквально одну секунду я вам хочу сказать спасибо что вы есть большой вам еще раз привет от пастора алексея от ольги мы правда в одном духе я так была благословлена от нашего всего энджи бэнда вам большой привет мы молимся о вас вы молитесь о нас в это время мы поддерживаем друг друга друг друг друга я настолько счастлива сегодня я и так счастлива была когда проснулась на наше общение оно просто еще больше усилило это приятное ощущение жизни я вам всем желаю здоровья в духе в душе и в теле и чтобы ваша жизнь несмотря на все что происходит вокруг и что должно произойти и что нам суждено пройти мы прошли бы это состояние не в панике не в ужасе а в спокойствие в мире и в силе я вас очень люблю будем на связи следите за мной подписывайтесь на мой инстаграм ария мы хотим тебя благословить давайте три раза скажем благословляем 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 все слировать можем благодарим тебя спасибо спасибо